Добрый день, мои уважаемые подписчики, слушатели и пациенты. Сегодня мы продолжаем с Валентиной проводить эксперименты на установке. На что будем сегодня экспериментировать, Валентина? Добрый день, уважаемые подписчики Геннадия и влюбившиеся в эти сеансы, товарищи подписчики. Я просто друзья. Я считаю... А, там был один комментарий с вопросом. Я, пожалуй, с ответа на этот вопрос начну. Полезно ли слушать это другим людям? Я считаю так. Вот как вы решите, так и будет. Это первое. Во-вторых, камни работают, установка работает, руны работают. Знаете как, в нашем же представлении это работает. Я так понимаю, что это помогает. Это во-первых. Во-вторых, то, о чём говорю я, я как бы считываю... Ну, как сказать, но с высших сил. Это уже какая-то связь. Даже слушая вот мои комментарии, там мой голос, вы уже попадаете. Мне кажется, можно просто загадывать, на что вы это слушаете, на какие свои там трансформации или там цели. И вам это поможет. Я так думаю. А вообще принять решение о том, как вы считаете, это ваше решение. Так, сегодня... Мне этот процесс очень нравится. Поэтому я попросила Геннадия сделать ещё раз. Вот. Моя вообще цель. Геннадия, наверное, ну, как сказать, может быть, ну, вот здоровье, может быть, покажут, может быть, там откроют больше или шире, там денежный канал. Ну, а это что значит? Это и мои какие-то представления о том, как, каким образом ресурсы, то есть силы, энергии, правда, вера, отношения, вот, на любовь к эзотерическим делам. Потому что я сама владею рейки и никак не могу, и очень хорошо. Мне это всегда помогает, что-то внутри меня, или когда-то я переусердствовала, усталость какая-то, никак не могу я начать этим заниматься. Вот. И поэтому, может быть, и это поправится. Однозначно здоровье, вот. В общем, ну, и другие цели, я их озвучивать не буду, а подумать сейчас успела. Вот. Ну, Геннадий, я с ним знакома давно. Кстати говоря, это такой писатель, необыкновенный. У меня на канале в Ютубе, я, наверное, ссылку дам под этим видео. Вот. Есть ссылка на видео, которое я сделала по двум его главам. Посмотрите там, важное созидание. Это такой потряс. Меня самому рад ведут, когда я всё это смотрю и слышу. Кроме того, это вообще очень обаятельничество. Очень прямой, очень добрый и очень умный. Так, установка запущена, запускаешь ещё и башенку, как ты любишь. Созидание, вот. Я её запустил. Сейчас, сейчас, секунду. Что-то не туда нажал. Можно начинать? Я хотела сказать, что процесс у меня уже пошёл. И он, знаешь, какой, как высвобождение из вот, из области души, как будто душа сама просит высвободиться. Такой, выдох какой-то пошёл. Как будто больше дайте свободу. Ну, голова пошла. Включаться. Причём, как интересно, она у меня как снизу вверх. Вот так вот охват вот этот пошёл. Вот. Ещё область прям вибрирует, вот, как это говорят, чакра. Как же её? Манипура? Средняя, да? Да. Так, всё, раскачку голова моя пошла. Ой, я, наверное, выключу видео. Да, вообще похоже, что по чакровой системе пошло. Потому что стала опускаться вниз живота. И тоже какие-то, ну, такая тоже, как, типа, или раскачка. Вот так можно сказать. Или... Да вообще, как-то одновременно. Какое свечение от башни идёт. Внимательно посмотри. Я вижу, красивый вообще. Фиолетово такое малиновое, вообще обалденно. А вообще так у меня в голове, ну, образ. Ну, почему-то прям вот как раз образ вот этой башни созидания. И образ даже, я бы сказала, самого огня прямо вот у меня как-то. Вот это свечение. Как будто высвечивает мою голову, понимаешь? Да. Как это интересно, знаешь, ощущать, как будто тело становится вот этой какой-то тонкой энергией. Вот прям вот, правда, вот эта тонкая энергия, прямо даже не знаю, как тонкий шёлк какой-то. Вот во что, чем становится вообще содержание тела. Так, опять прямо яркое, ярче или яркое свечение пошло у меня. Вот в голове и стало захватываться вот какая-то область, прямо вот область мозга. Ну, с мозгом работа идёт. И вот эта область как-то, знаешь, вот, она даже как-то и только хотела сказать, что как будто вот в эту чакру, сахасрару, то есть кверху, она раз и пошла захватывать ещё затылочную часть. Как будто вот кто-то руку окунул в мой мозг и правит там. То в одной части, то в другой. Сейчас пошло на лобную часть, знаешь, вот типа, даже у меня вот лоб прям в натуре зачесалось в области третьего глаза. Ну, как называют её? Центр лба. Вот. Какие-то даже вкусовые ощущения у меня, даже во рту вкусовые ощущения какие-то возникли. Ой, сейчас пошла обработка, знаешь, чего? Я бы сказала, или почек, или надпочечников, или поясничной зоны. То есть вот так, то есть как-то началось, захватилось. Я не хочу сказать, что перешло, потому что оно просто как подключает ко всему тому, что уже включилось. Ага, отлично. А теперь, если тебе видно экран мой, обрати внимание, установка как засветилась. Не свеча, а вот туда дальше установка на столе. Ну, вот как вы, я вот вижу, только у меня же немножечко и сомнение какое-то есть. Вот, правда ли типа того, что я это вижу? Нет, правда, вон она, вон она, в правом экране даже вижу. Я не поворачиваюсь туда, просто вижу угол установки и светится. Ага. Могу немножко повернуть камеру, чтобы тебе видно было. Вон она, видишь? Вот так вот она работает. Так, а у меня, ну вот состояние, так скажу тебе, целостности, осознанности, стали высвобождаться как-то у меня вот эти носовые пазухи. Вот. Живот мой почему-то как надутый шарик стал. О, скопление хорошее. Что? Скопление энергии пошло. А, то есть это хорошо, да? Да. Голову мою, ой, прям мне даже интересно, тут, я даже включу на секунду камеру. Да, так. У меня вот голову вот так. Угу. Угу. Неплохо или неплохо. Но лицо полностью расслабилось, Валентина, это хорошо. И вот представляешь, как откидывает-то капитально. Мне даже аж плечи разворачивает, то есть вот распрямляет, понимаешь? Так, пошло вот что-то чистится вот в этой, я ее называю бронхиальной область. А может быть это область, ну, если как бы брать эзотерические цели установки, то, наверное, это область сердечной чакры. И может быть... Ты понимаешь правильно, да. Но до крыловой не доходишь, это сердечное у тебя заработало. Да, я хотела сказать тебе, что до крыловой не доходит. Я успела подумать и думаю, нет, у меня нет ощущений пока. И вот вилочковая, видимо, здесь же находится. Железа – это гормоны. Гормоны – это энергия. Ну, как бы чакры, энергетические, все это связано. Ой, прям какой-то образ возник. Чуть ли я не на вершине какой-то горы. В позе йога, знаешь, и солнце нет. Ну, вот тут я... Это уж мне такую картинку показали. Я сейчас подбирала картинки. Там по вере горд видео. И вот, видимо, одна из картинок у меня пошла этой ассоциацией. Так, интересно. Ой, меня прям приподнимать стала. Как бы тут эта левитация прямо перед камерой не произошла. Приподнимет меня с кресла. И зависнет. Вижу, вижу. Хорошо идет. Ну, какой-то чуть-чуть. Может быть, это и цвет башни созидания. Потому что у меня сейчас два цвета таких работают. Один цвет типа желто-оранжевый, а другой цвет серебристо-белый. Вот они как бы вот так, знаешь, серебристо-голубой. Ну, у тебя такого цвета эта башня созидания. И вообще видно вот этот колышущийся огонь или свечи, или чего. И голову все равно прям вот так и закидывает, и вверх тянет. Ой. А сейчас прям что-то такое, ну, такое могучее. Прям внутри действительно вот самого мозга, как будто вот каким-то столбом меня вверх вытягивает. Понимаешь? Угу. Это очень, это очень классно почему-то. Почему-то это прям классно. Не то чтобы я фанатка медитативных состояний, а вот, я не знаю, это какое-то родство. Понимаешь? Это вот как будто, как тебе сказать-то? Ну, не случайно же чувство какой-то типа или любви, или что-то такое. Вот, да, прям даже в смеси с восторгом каким-то, понимаешь, у меня сейчас. Ой, кстати, вот фиолетовый, вот так. Вот, вот как вот цвет твоей башни созидания. Вот так вот у меня прям вот эти, как бывает северные сияния. Да, 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 да. С колохами только вот эти цвета пошли. А вот сейчас, Ген, вот эта вот вилочковая, представляешь, у меня запомнилась. Аж вот до самых вот тут выключить вверху. Вот прям наполнение произошло. Так, снова как-то что-то такое опять. Вот это дыхание, нос тоже опять как-то свободный, по проходу свободнее стали. Ой. Вот что интересно, потому что назад закидывают. То оно само знает, как работать и с чем работать, да? Знаешь, что-то вдруг меня вот как-то... Или как будто шеиные позвонки в прямом смысле, в физическом, пытаются мне высвободить, расщемить, так сказать, освободить свою костную позвоночную. Вот сейчас как будто какая-то, как звезда какая-то зажглась. Знаешь, как бывают бенгальские огни? Да. Вот этот вот, ну прям вот так, в натуре, увидела. Но камни пока еще не разговорились. Разговорились? Ну, обычно... Сейчас пойду посмотрю. Иди. Посмотришь или ты сам посмотришь? Я посмотрю. Так. Работает. Голубой, белый и зеленый. Разговорились. Сияние идет там. Просто далеко камера не захватывает она. Не могу показать четко, близко поднести, чтобы это видно было. Все-таки надо подумать о профессиональной камере. Ну, там он свечение сильное, ее даже уголок видно. Ну, понятно. Да, Ген, не обязательно тебе эта камера нужна профессионально. Ну, вот, кстати говоря, ой, у меня наступило в голове, знаешь что, Гена? Блаженное состояние. Абсолютная тишина ума. Представляешь, Ген? Прямо тиш. Геночка, я боюсь, как бы я сейчас не заплакала от умиления, я камеру отключу. Чего? Отключайся. К камеру, в смысле. И, похоже, у меня на руке, кстати говоря, турмалин. Я тут свои камни просила, говорю, будет установка работать, вы тоже поработайте. По-моему, мой турмалин откликнулся. Я не знаю, как благодарить тебя, как благодарить твой контакт с этими энергиями. Как благодарить мне эти энергии. Я прям благодарю. Потому что я вообще, я чувствую, ощущаю такую работу. И вот эта работа, Гена, сейчас очень-очень активна. Ой, прям её... Она прям как будто что-то, или как волной. Или вычищает, или разбегает. Как там вот сказать, вот эти вот границы расширяют. Прямо вот раз, вот так вот. Вот так вот, раз. И это область у меня, похоже, что это... Не, не знаю как. Ну, вот область третьего глаза. Хотя вообще, по идее, шишковидная железа, она же находится где-то в центре мозга. А у меня ощущение такое, что как будто работают вот с какой-то частью мозга, которая от лба и глубже туда. И вот-вот-вот её и расширяют. Как будто как пространство освобождают. Ну, это же, в принципе, может быть ещё и просто образ какой-то. Но прям, ну, физические ощущения. Ну, вот область... Да вообще всё тело, Ген. Вот область груди опять. Область... Живот всё равно как шарик этот надутый. Тело боюсь, что взлетит сейчас. Это хорошо. Если начну взлетать, включу камеру. Пусть элитацию и продоблюдают ноги. В ноги пошло. В ноги вот эта лёгкость пошла. Вот, в руки она пошла. Руки могу прямо в натуре показать. Могу. Что они у меня... Если вдруг начнут подниматься, сами по себе. Так, и, по-моему, вот сейчас чуть-чуть качнуло у меня горловую чакру, мне так кажется. Или оно от груди стало выше подниматься, и как энергия пошла в эту область. Или такие разблокировки пошли, понимаешь? Можно. Какой-то опять типа... Ну, розоватый. Розоватый вот этот малиновый такой вот возник. И при чём я тебе скажу, он у меня, знаешь, где возник? Не в голове. А он у меня пошёл от области груди. И вот, кстати говоря, ещё и огонь у меня... Ну, вот такой, как цвет огня. Он у меня от области груди пошёл. Ну, вот я в груди это увидела. Может, я увидела... Ну, всё. Так, что ещё тебе описать? Что-то сегодня у меня картинками пока ещё не мочи. Такими, чтобы я могла видеть, как в прошлый раз. Может быть, я ещё... Сейчас. У меня всё равно вот грудь, как что-то из груди, выдыхается, понимаешь? И вот эта очистка, она как будто или освобождение... Оно даже опять с каким-то вкусовым ощущением прям вот на язык дало. Да. И немного этот такой... Немного горьковатый. Даже вот как это. Какие-то разноцветья такие пошли. Ну, таких ярких, приятных цветов. Так... Сейчас что-то... Во всяком случае, я произнесла внутри себя слово «дорога». То есть, вот какой-то образ возник. Я не скажу, что он сильно на дорогу похож. Но внутри прям сразу «дорога». Вот какая-то дорога. Вот моя дорога какая-то. Какая-то связь. Ну, что... Какой-то... Типа шлейф или шар. Вот это, короче говоря, какая-то имель, и она как с неба. Лёгкая, воздушная, светлая. Ну, скажу тебе, она... Ну, короче говоря, но она как с шлейфом. И такое впечатление, что вот это что-то, как протянувшаяся мне рука с неба, и она меня, что ли, как будто ведёт. Вот, наверное, по этой дороге. Ну, знаешь что? Она какая-то... Подожди. С нежным... Нежная сейчас какой-то ещё. Ой, как же её описать-то? Она прям... Она прям удивительная. Слушай... Вот бывает поэтическое состояние такое, когда я называю это смесь какого-то восторга с какой-то любовью, но это насыщеннее. Она лёгкая, но она очень богатая. Вот по составу. Вот это... Смотришь то, что вот я увидела, что писать словами-то ещё? Сейчас пока не могу. Потому что это божественная штука. Вот я почему не могу описать словами. Понимаешь, то, что у неё своё содержание. Какие-то кармашки. Может быть, эти кармашки типа или откроются, как какие-то эти. Ну, может, какие-то таланты откроются. Возможно. Потому что и показаны они как открытыми. Ну, типа, белую область я увидела. Ну, прям однозначно. Можешь шифровка типа кармашки. Ещё вот такое, меня так на поэзию потянуло. Ну, как-то хочется описать это какими-то словами, что как будто как даже как по волнам каким-то идёт. А внутри всё равно. Но вот у меня живот наполненный шарик. Что-то такое мне сейчас капнуло на ногу. Можете представить? Прямо как будто я ощутила, что мне прям как будто как капнуло. Но мне здесь в комнате неоткуда. Нечего не капать. Так, пошло ещё. Или у тебя там какие-то камни очень сильно прям разгораются. Посмотри. Сейчас я... Потому что прямо в голове, ну, вообще, вот это свечение стоит. И причём оно каким-то таким... Шар горит. А? Голубий горит. И зелёный горит. Ну, вот прям вот... Вот таким шаром как бы я увидела. Я, правда, увидела это свечением светлым. Но оно какими-то этими переливами там идёт. Ну, да, три цвета там сливаются, но... А ну, даже я, говорит, я в углу экрана вижу, как оно там сияет. Вон оно, мерцает. Угу. И я вижу. Я прям голубой вижу. А ты? Да. Вон оно. Или само сердце, или сердечная чакра. Похоже даже, что как будто само сердце. Прямо как-то так. Ну, короче говоря, вот прямо ощущаю. И как мерцает красиво. Ох. Ну, вот сейчас я начала видеть зелёный цвет. А внутри даже его как будто голубой. Как будто как объединились они. Ну, в общем, суть. Какая разница, какие я картинки вижу. Правда же? Главное, что я как бы вот ощущаю эту работу. Ну, вот в теле и во всём теле. Кстати, сейчас башня созидания откликнулась на меня. Потому что я даже как будто это увидела. Ты даже, представляешь, Дин, или ты о чём-то подумал? Ну, вот как будто от камеры оно от тебя. Прямо раз и как ко мне направилась. Угу. Интересно. Да, она прям даже как будто к области груди. Ну, как в грудь, вернее. Опять. Ой, по-моему, у меня такой контакт с ней. Зачем она у тебя, знаешь, какая. Она, я бы сказала, с чувством спокойного достоинства. Представляешь? Да. Она как бы делает своё тело в состоянии абсолютного спокойствия, но в добром. Как бы вот так. Очень интересно. А вот сейчас вот этот, ну, вот как бы вот эта аура, которая от неё идёт, она у меня стала как-то так, ох, наполнять большую гости. А сейчас у меня внизу по щиколоткам ног. Ой. Ноги стали опять вот эти наполненные этой энергией. Как будто вся энергия попала теперь у меня в ноги. Как я тебе говорила, у меня весомость всего тела. Вот эта вот тонкая энергия. Вот у меня сейчас ноги запомнились. И у меня в области щиколоток, знаешь как, ну, типа что-то похожее как на мурашки. Вот снизу вверх вот так вот. Интересно. Может быть, лимфатическая система чистится. Может быть, энергии земли, кто его знает, вверх поднимаются. А сейчас немного в области груди даже заколола. Ближе к правой стороне. Ну, прочистки какие-то, я так думаю. Ну, вообще тело, область, знаешь что, более свободно стала область манипуры. Она как будто стала надуваться. Как вот эта, да, как могучая, что ли, стала эта энергия внутри меня. Больше она стала простора занимать больше. Вот шарик теперь у меня стал появляться вот в этой области. И он такой даже, короче, приятный. Ну, почему-то могучесть какая-то. Он на языке что-то защипала. Голова опять у меня сама по себе в какие-то движения приходит. Опять из области солнечного сплетения, как будто какой-то выдохнуть просится. Как будто, вот, видимо, высвободиться чему-то, выйти надо. Или наружу выйти, да не знаю как. Ай, ну, вообще тут масса всяких. Как будто ум, мозг у меня как процентрировался. То есть, вот, этот центр какой-то ощутился или осознался. Ой, и чем-то, кстати, пахнуло, но приятно. Немножко, знаешь что, если не медом, то... Ну, вот, как будто, ну, немножко... Да, как будто даже как медовое, или пыльцо, или... Ну, что-то такое. Ну, есть такой, как запах луга, но он с медом, с чем-то вот таким. Так, опять у меня пошла очень сильно. Знаешь что, у меня сейчас такая работа идет с самими глазами. Вот, как будто с глазными вот этими яблоками. Ну, внутри. Или вот эти глазные, как бы, вот, что-то вот такое. Угу, это-то неплохо. Так, выдыхается, наполняется. В груди сейчас какое-то спокойствие. Или энергия спокойствия, или спокойствие. Нам в груди спокойствие. И на зиоту пробивает. Все, очистка. Ну, что-то я увидела. То есть, прям что-то мне так, опа, показалось. Ну, не знаю, или похоже на какой-то камень. У него есть зеленоватый оттенок. То есть, это не зеленого цвета. А как зеленоватый, что-то такое. Зеленовато-серый. Ну, слой какой-то разговор я не расшифровала. Я обычно знаки расшифровываю. Может, я расшифровываю, но потом. Бывает, что я запоминаю, а потом я понимаю, что это означало. Вот еще какая-то... Слушай, мне спираль ДНК показали. Ну, может, не сядь, не фига. Фига себе. Честное слово. Причем она, знаешь, какая? Она прямо вытянутая. Она такой формы. Не круто наверчены эти спиральки. А как бы немного удлиненная, изящная такая форма. Ну, показать просто так показали. Ну, спасибо. Вот, что называется, могло в ум это прийти? Ну, правда. Вот я когда вот эти лисновические картины вижу, я все время думаю, мой ум до этого бы просто не додумался. Вот то, как показал. Специально показывают так, чтобы понимать, что это не ум тебе это говорит, а слышит. Так вот и тут. Надо же было так увидеть. Может, я ее увидела в такой форме? Ну, Ранса. И сейчас я тебе скажу, что какой-то коричневый цвет. Но он благородный. То есть, типа как цвет шоколада. Угу. Что это такое, я не знаю. Но он у меня, этот цвет, как будто тоже нарисовался на моей вот этой спирали ДНК. Он у меня немножечко тоже меняет цвета чуть-чуть. Ты понимаешь? Как вот это? Как это? Ящерица называется. Ну, вот тут вот у меня такие брики. Он меняет цвета. Так. Что еще? Ну и... По-моему, затылочная область пошла. Ген, у меня такое впечатление, как будто мой мозг стал просторным, свободным. Понимаешь? И убирается... А? Убирается ненужное. Такое, знаешь, вот как будто ты вот, когда высоко в горах, видишь вот этот простор. Вот такой вот у меня, как мозг, вот этот простор. И... Ой, опять... Опять лузевка пошла. Опять какой-то стальной цвет. Он приятный. Стальной цвет прямо так это будет в центре. Очень интересно, что у этого стального цвета стала вдруг видна окантовка. И она такая, как будто как золото. Ну, может быть, распутянуло на это слово. Может, так и есть. Чистится сейчас у меня левое полушарие. левое полушарие. Убираются какие-то крючки прямо... Сейчас пошел работать мой турмалин. Или твой. Левое полушарие. Ну, я... Знаешь, камень, когда цвета турмалина... Ну, короче, я вот увидела что-то в центре, немножечко даже с остальным тоже оттеночком. А вся окантовка очень насыщенного вот этого турмалинового цвета. Ну, я просила, как мне, турмалин мне помочь. У меня вот тут есть. И вот сразу давай подключим. То, что я тебе тут надевала. Ага. То есть, как бы, как оживим, наладим контакт с этим. И помогает. Ой, что еще? Опять чуть-чуть область... область грудины прям даже как заломила чуть-чуть. Так, ощущения такие переполненности или давление есть? Ген, конечно, наполненность уже крутая. То есть, уже все, все наполнено. Я уже наполнилась энергией и порядком и вся. Но если тебя интересует вопрос остановить или нет, давай так вот, я этот момент почувствую. Вот его себя чувствую. Хорошо, буду ждать, потому что я присоединяю не хочу. Что не хочет? Перенасыщение не хочу делать. Потому что у меня уже начинает раздувать. Ну, давай сейчас все. Вот, совсем чуть-чуть. такое состояние блаженства и отдыха. Да. Опять, как бы, вот область груди, опять, может быть, второй волной. Второе дыхание открылось и пошло по ногу. Вот, ну, вот область груди. Да, но она сейчас как будто энергия, знаешь как, там были, как будто внутри ходили, а сейчас как будто извне в меня и причем даже подталкивает меня назад. Да, и меня даже как откачивает. Ген, сейчас пошла работать горловая чакра. Прям горловая. Даже как бы призаболела чуть-чуть. Так, давай приключимся на коленки. Давай. Так, я сейчас сосредотачиваюсь на левом колене. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то у меня еще положилось на, кстати говоря, на правую ладонь. Вот работаем с левым коленом, а положилось... Ну, как будто что-то положили мне. Угу. На правую ладонь. Колено, кстати, разогреваться стало. Так, ну давай переключимся на правое колено. Давай. И энергия прям даже так интересна. Не пойму откуда, но вот как будто сейчас энергия коснулась у меня пальцы в руки. Видишь, как будто вот что-то тут мимо пролетело и зацепило меня своими энергиями. Продолжение следует... Ну, то, что энергия тоже какая-то пошла, потому что я почувствовала сейчас поднимающийся холодок от ступней ног. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас какой-то образ нарисовали мне в голове большой капли как капля такая ну да как капли большой неплохо наполнение сто процентов по ощущениям я вижу но я тебе сейчас скажу в какую стадию перешли мои ощущения знаешь какую и никакой концентрации вот эти энергии набора силы меня состоянии осознанности и знаешь какое еще ну как будто вот как сильная личность ну да ты чувствуешь у меня даже голос изменился да да и у меня изменилась вот это типа там приветики приветики а не приветики вождь разговаривает менялась вот если начать эту камеру показывала была ослабленная сейчас вообще сосредоточенная интересные метрохозы проходят вот как работает кстати глаза засветился лоб так ну ладно короче любуйтесь мной товарищи уважаемые товарищи подписчики так наверно глаза закроем да вот такая прям как внутренне сконцентрированность прям еще другое качество понимаешь это прям я говорю это качество вождя но такого которые спокойны чувством осознания ну вот прям могучий человек так что еще что еще что еще не сетки говорила тебе гена я почувствую хорошо что я дождалась этого момента равно раскачивает мозг прямо как свободный и пустой ничьи себе вот вот это вычищение всего ненужного что что мешает опять область живота начала прорабатываться прямо где же нет это все-таки манипура это все-таки манипура или желудок я не знаю но так кожа как-то ощущение ощущение уже вот наш когда силы набралось что-то другое какой другой качество я даже голос сейчас свой слышь как отделена польщики говорил геннису голос отдельно слышу я слышу силу и тембры своего голоса это очень приятно скажу это очень приятно почему-то вот это опять область груди она как сильнее наполнилась и и вот это от этой наполненность назад откидывает волной сейчас у меня что-то очень перешло или появилась или перешло какая-то энергия на ладонь левой руки и причем она даже как цвет какой-то имеет но она еще часть а сейчас пошло на правую руку на пальцы представляешь а левая причем у меня левая вот как называется какие-то мудрые есть она у них почему-то такую позу заняла и так в ней весь сеанс и просидела и что там это мудро обозначает я не знаю но кстати у меня что-то интуитивное было со школьных лет я все удивлялась почему у меня пальцы сами принимают какую-то позу причем это не всегда было абсолютно одинаковые так что еще сейчас прям как остановка вот и в этой раскачке и пошло вот так столбом к верху вот так вверху вверху ух ты этот столб стал опускаться вниз и прокачка пошла центрального столба причем он довольно широкий отлично так что потерпите пожалуйста сидит он там видите ли его уже стала раздувать и поднимать сейчас пошел какой-то бордовый цвет он прямо какой-то он такой красивый что-то такой я прям не пойму что это оно само по себе видишь как с подсоснованием разговаривают правда да а что там мой ум основные процессы видит и все ну в любом случае бордов цвет благородный правда у а с горловой чакрой по моему какая-то работа идет вот здесь вот так вот в этой области вот так что-то это у меня какая часть левая в левой части вот мне тут показывается ли вы направо это камера все правильно так оно и есть даже не представляешь что еще происходит меня заставляет прогнуться в области поясницы прям вот так вот ну и хорошо у меня осанку надо поменять о а сейчас область сердца у меня прямо стала припекать как горяченький понимаешь я тебе что хочу сказать гена ни одной ни одного некомфортного ощущения отлично а при полонке были знаешь как я помню себя болезненные ощущения сейчас ни одно некомфортное сейчас такое впечатление что что-то делается в области селезенки прямо в этой области селезенка находится так я еще даже не очень расслабленно сижу ген потому что мне тут не очень удобно сидеть надо было сразу лучше поставить сам компьютер сейчас у меня чуть-чуть вот это припекание пошло то как будто было прямо вот в области сердца а сейчас оно пошло вот так вот так вот по центру груди вот так вот широко прям припекание но я тебе скажу не некомфортное оно тоже ну просто как ощущение такое яркое и необычное но оно ну комфортное ну наверное девочка может быть и хватит я думаю да час уже ну она же у тебя еще самостоятельно работает еще час будет самостоятельно дорогие товарищи зрители и генины подписчики вот я вам рекомендую гену вы сами видите какой это эзотерик какой это учитель вот представьте себе я допирала своим умом ведь каждую установку в последовательность расположения рун камней свечей во все это вложен ум но при подсказке высшей сил потому что когда мне гена рассказывал как он делал этот запрос ну подскажите как сделать наилучшим образом вот чтобы наилучшим образом людям помогло а сегодня еще гену я бы прям даже в слух это озвучила как ты мне сказал про духовность я так жалею что я не записала не помнишь уже не помню как же ты мне это сказал это вообще неожиданно вот именно про этот духовный подход я еще раз буду записывать когда мы даже с тобой просто так разговариваем ну все ген скажем до свидания да все до свидания спасибо спасибо башни созидания спасибо свечи спасибо руды спасибо установка спасибо гена спасибо все хорошо пока